Добрый день и приветствую всех любителей астрологии. И сегодня у нас прогноз для представителей знака Скорпион на сентябрь 2024 год. Дорогие мои Скорпионы, в сентябре вы станете участниками какого-то очень важного события или возможно даже мероприятий, которые будете сами проводить в этот период времени. Очень важное значение может иметь именно те события, которые в этот период будут происходить. Это может быть и конференция, это может быть и касаться темы бизнеса, когда вы будете проводить какие-то и вебинары, и встречи. А также здесь может и коснуться и личных мероприятий, личного характера. У вас также могут появиться новые друзья, единомышленники, которые очень активно вас будут поддерживать и включать вас в интерес каких-либо социальных задач, глобальных каких-либо задач, которые очень для вас важны. И в середине сентября вы будете ощущать, так же как и все знаки зодиака, лунное затмение. У нас будет 18 сентября в знаке рыбах в 27 градусе в вашем пятом доме творчества, радости и эмоций от радостных событий, которые в этот период будут происходить. Здесь этот период может подчеркнуть вашу уникальность, ваш талант, ваш какой-то супер важный приоритет, ваших возможностей. И вы поймете то, что вас действительно радует и ваши мечты воплощаются. Что же это за такое прекрасное время для таких возможных ситуаций, которые могут случиться и с вашей второй половиной, и знакомство с какими-то важными чувственными отношениями. Также события с детьми могут быть очень важны. Это и рождение детей, это и участие в жизни вашего ребенка, очень активное, которое может вам принести эти радостные моменты счастья. А также участие в ваших родных и близких, братьях и сестер, когда вы будете праздновать, возможно, какие-то события, крестины, дни рождения, свадьбы. Тоже имеет место быть в этот сентябрьский период. И также в этот второй период, вторую половину сентября, очень даже актуально может быть то, что вы встретите свою вторую половинку. Здесь может быть и любовь, и конфетно-букетный период, и это может быть даже курортный роман, особенно если ваше сердце свободно, и вы ищите эти радостные моменты для себя. Да, дорогие мои скорпионы, ну давайте обо всем, об этом по порядку. Буквально с первых чисел, как же этот месяц проиграется на вас. Итак, 1 сентября у нас планета Плутон, она у нас планета трансформации, планета трансмутации возвращается в знак Козерога, ваш третий сектор гороскопа и приносит свои перемены и свои важные задачи, которые включают через коммуникации, через изменения обучающих каких-либо важных для вас программ. И планета эта будет трансформировать эту сферу деятельности, коммуникации, обучения, изменения, то, что может касаться и каких-то ваших транспортных средств, возможно, смена будет здесь, желание поменять. И Плутон здесь пробудет до 20 ноября 2024 года и будет активно завершать все те процессы, которые он еще с 2008 года активно трансформирует в этом поле деятельности. Здесь будут уходить какие-то старые общения, приходить новые люди, возможно, заканчиваться старые проекты, которые очень были, возможно, для вас важны. И здесь также коммуникации будут налаживаться с вашими братьями и сестрами. Здесь возможность наладить эти, возможно, конфликтные ситуации, если они были в этом периоде, буквально долгий период вашей жизни. А сейчас есть возможность все-таки найти общую точку соприкосновения и решить те важные старые вопросы, которые не давали покоя. И также 2 сентября у нас планета Уран будет ретроградная в вашем седьмом доме партнерства. И здесь могут выйти на поверхность какие-то старые отношения, старые, возможные, партнерские какие-либо проекты, которые вы, возможно, ставили для себя очень важными. По ретрограду приходит всегда возможность разрешения старых вопросов и ситуаций с теми моментами, которые касаются этого дома. А Уран несет также трансформацию. Это тоже у нас активный такой деятель, который включает буквально неожиданные какие-либо в вашей жизни ситуации, когда человек появляется в вашей жизни из ниоткуда, из вашего прошлого и дает о себе знать. И, возможно, здесь есть возможность наладить эти коммуникации с этим сектором важных для вас значимых общений. Ведь еще также и 3 сентября у нас включается Новолуние в знаке Девы в 12 градусе. И здесь тема поднимается ваших социальных коммуникаций, общений. Это 11 дом, дом вашего будущего. И здесь, может быть, новые проекты, которые вы будете выстраивать со своими единомышленниками, с теми друзьями, с коллегами, которые для вас важны. И, конечно же, здесь может быть развитие новых каких-либо программ, которые вы будете выстраивать на долгосрочное свое будущее. И это Новолуние может заложить какие-либо увлечения, которые вы можете проявить в этом секторе через ресурсы интернета, через какие-либо социальные сети. Несмотря на то, что сейчас у нас период каких-то пертурбаций, нововведений по этим сетям, что-то ограничивается, другие, наоборот, открывают свою деятельность. Поэтому здесь возможность наладить какие-либо важные рекламные продукты для вас в новом ключе. Есть возможность продвинуть себя, сделать рекламу хорошую, продвинуть свои проекты, которые имеют для вас важное значение. В этот же период, 3 сентября, у нас будет складываться напряженная квадратура у Марса и планеты Нептун. Она у нас сейчас ретроградная. И здесь затрагиваются темы 5 и 8 сектора гороскопа. Здесь острые какие-либо напряженные ситуации могут касаться финансовых вопросов, которые могут быть связаны с детьми. И, возможно, будут требоваться какие-то вложения, какие-то важные нужно будет предпринимать шаги и действия в этом направлении. И также здесь может быть ситуация, когда нужно будет включать дополнительные источники дохода. Возможно, это деньги банка, кредиты. Возможно, это какие-то такие ситуации, которые могут как форс-мажор возникнуть в этот период, которые также будут трансформировать все то, что касается общих финансов ваших поступлений. И это могут быть финансы ваших партнеров по жизни, и это общий семейный бюджет. Когда нужно будет корректировать те самые задачи, куда и как расправить доход и расход. Какие здесь могут быть новые моменты, которые могут помочь в этих финансированиях. Здесь могут быть и дотации. Здесь можно обратиться также к помощи государственных выплат. Но они могут и задерживаться, могут не сразу разрешиться. Именно эти ситуации. Бумажная волокита какая-то может возникнуть. Всё может давать свой приоритет, куда именно важно сейчас вам устремить своё значение. Для кого-то это может проиграться творческие проекты, как ваши дети, которые тоже требуются вложения финансовых средств. И, возможно, их будет не хватать. А также это период, когда вы, возможно, поймёте, какие у вас личные отношения. Возможно, они имеют чисто финансовую подоплёку, желание, ну, так скажем, чтобы вы кого-то профинансировали. Но тут дело решения за вами. Какие вы решите для себя ситуации, такими они и будут. Но здесь очень даже будут трансформироваться тогда эти личные отношения. И они будут через конфликтную природу, возможно. Но в споре рождается истина. Важно здесь и сейчас разрешать всё, что имеет важное для вас значение. И 4 сентября у нас происходит соединение Венеры, Южного кармического узла кармы и аффективные точки Лилит. Она же Чёрная Луна в вашем 12 секторе тайны. Это сектор также каких-либо моментов, которые были, возможно, у вас не проявлены. И здесь может проявиться всё то непроявленное, то, что какое-то важное значение имело для вас. По Венере это могут быть и отношения с женщиной, отношения с девушкой. Здесь может затронуться чувство, желание. И, возможно, Лилит давала какую-то иллюзию, какие-то ошибки. И здесь, наконец, поймёте, как же лучше поступить вам с вашими отношениями. Здесь и тема треугольников кармических может быть, таких ситуаций, когда уже, возможно, вы захотите разрешить и уйти из этих отношений. Также здесь может быть тема рабочих ситуаций, связанных с финансами. И финансы могут быть те, которые вы не показываете, не афишируете. И здесь, возможно, эта тема может скрыться на поверхность. Но как это может в данном случае у вас проиграться? Здесь всё зависит от того, в каких отношениях вы находитесь. Если тема тайн, непроявленных эмоций здесь не ваша, то здесь может быть желание уединения, желание посетить тех мест, которые вас радуют. Это могут быть и ретриты, и места силы. Это могут быть какие-то поездки в дальние места, которые тоже вас могут обрадовать. Путешествия в том числе. Ну и также дальняя эмиграция, возможно, тоже. Возможно, придёт к вам какая-то новость о том, что есть такой период, когда вы можете его использовать и даже включить в свои деятельности. Это может быть и с работой связано, и также с какими-то кармическими моментами отношений, когда, возможно, какие-то ваши партнёры находятся далеко за рубежом, и здесь нужно будет разрешать, возможно, какие-то финансовые вопросы. И здесь это очень даже может иметь актуальность свою. Одновременно, 4 сентября, у нас планета Марс переходит в знак Рака, ваш девятый сектор гороскопа. И здесь создаётся аспект удачи к вашему знаку, и может быть очень благополучно разрешится ситуация, связанная с юридическими вопросами, с обучающими процессами, с поездками. Здесь могут быть и конфликты, и споры, но в споре рождается истина. Здесь самое главное проявлять инициативу действовать, и тогда у вас может всё получиться. Но главное не конфликтовать, и лучше в гармоничных аспектах разрешать то, что идёт к вам в руки. 8 сентября позиции у Солнца с планетой Сатурн затрагиваются. 5 и 11 сектора гороскопа. Здесь может быть некоторая ревность, некоторая зависть у ваших коллег, у ваших, возможно, единомышленников, у ваших друзей. Когда вы не находите, возможно, какое-то одно направление, и резко, возможно, конфликтуете, может быть, даже проявляете своё эго. Здесь и тема творчества может выйти на поверхность. Тема детей, тема отношения детей, и, возможно, тех коллективов, в которых они участвуют. И вы, возможно, будете урегулировать эти вопросы. Всё здесь может затронуть также и конфликтную природу несогласия, связанные с мероприятиями, с какими-либо обучающими ситуациями. И, в целом, здесь эта ситуация может нести не сразу разрешение. Она может только разрешиться в декабре, когда Сатурн выйдет из ретроградного движения. И тогда вот эти темы детского направления, пятого дома гороскопа, хобби, творчество, личные отношения могут разрешиться в плюсе для вас. 9 сентября у нас планета Меркурий меняет знак, и Меркурий переходит в знак Девы. И здесь эта тема высвечивает ваших единомышленников. Много общения получается в теме вашего ближнего окружения. Здесь много переписок, много информации, интернет-ресурсы задействованы в этот период. Новые единомышленники могут появляться, коллективы новые организовываться в этот период, в которых вы будете участвовать. Здесь вопросы обучения и вопросы о том, что вы хотите выстроить какие-нибудь программы социального характера на долгосрочные перспективные отношения. Конечно же, здесь вопрос выбора также встает, и вопрос новых идей, новых знакомств, новых пониманий. Все очень даже может происходить очень активно, когда очень много общения. 15 сентября происходит тригон. Аспект удачи, и здесь Венера и Юпитер создают этот аспект удачи, которые затрагивают ваш восьмой и двенадцатый сектор гороскопа, когда появляется удача в каких-либо дополнительных источниках заработка, когда открывается, возможно, работа на дому, работа дистанционного характера. И Венера малое счастье, и Юпитер большое счастье дают возможное разрешение финансовых вопросов за счет дополнительных поступлений из, возможно, банковской структуры, из социальных выплат. И также здесь возможность получить кредит, возможность переезда, возможность разрешить также какие-то свои психологические урегулировать моменты. Здесь тема эзотерических каких-либо вопросов может всплыть на поверхность, когда вы будете погружаться, кто в этой теме находитесь, погружаться в мир эзотерики, изучать что-то, возможно, посещать какие-то ретриты, места силы. Здесь вот эта тема очень даже актуальна в этот период сентябрьского месяца. 16 сентября у нас квадратура складывается через планету Марс и кармическими узлами. Затрагиваются темы 9, 6 и 12 домов гороскопов. Здесь может быть очень конфликтная природа, возможно, какое-то несогласие, связанное с документами, с работой, с дистанционной работой в том числе. Также несогласие может быть в плане обучающих программ, связанных с работой. А также вопросы здоровья могут затронуты в этот период, когда вы будете проходить обследование и какие-то ситуации будут всплывать, когда что-то было скрыто, не было на поверхности. Сейчас вы узнаете что-то о себе такое, что будет требовать корректировки вашего физиологического состояния. Здесь может быть и обследование за рубежом, здесь может быть чек-лист где-то, возможно, в какой-то врачебной клинике, которая международного уровня находится. Возможно, даже дистанционно получить какую-то консультацию. Для кого вот эта тема здоровья имеет актуальное значение, здесь это может быть острый такой кармический вопрос для вас, когда какие-то хронические болезни могут скрываться, и нужно будет решать, какое лечение дальше принимать более правильно. И здесь один из правильных вопросов, это всё-таки куда-то поехать на обследование, и здесь могут быть другие страны, другие какие-то методы лечения, которые нету здесь в вашем месте, где вы проживаете. И 18 сентября у нас будет лунное затмение в Рыбах, и включается коридор затмений, когда лунное затмение 8 сентября происходит в вашем доме Радости 5. Это здесь опять-таки дом творчества, детей, чувств, эмоций выходит на поверхность. А 2 октября кольцевое солнечное затмение будет в вашем уже... Так, сейчас я скажу. Солнечное затмение для вас это будет... В знаке весы это будет ваш 12 дом. И здесь, конечно же, вот как раз-таки всё тайное будет выходить на поверхность в этот коридор затмений. И самое главное, лунное затмение впереди, и оно в Рыбах. Рыбы это тоже про тайны, это тоже символический 12 дом. Здесь могут всплывать какие-то тайны на поверхность, которые вы, возможно, не ожидали, которые могут дать вам подъём в эмоциональной вашей сфере. Здесь могут быть новости о детях, о рождении, о внуках, о детях. Здесь может быть тема каких-либо очень важных творческих увлечений для вас. Это тема хобби, тема, возможно, связанных с искусством, с увлечениями. И новые проекты, которые могут вдохновлять вас в этот период времени. Здесь также по лунному затмению и также очень острая тема может быть чувств, эмоций. Те, которые были важны для вас, возможно, из области старых воспоминаний 2006 года или 2015. Здесь может быть повтор событий прошлого, но, естественно, уже в другом ключе. Здесь могут быть именно такое острое всколыхание этих эмоциональных энергий, когда личная жизнь будет вашей меняться. Лунное затмение, которое происходит в этом вашем пятом доме, будет на вас влиять в течение двух лет. И, возможно, здесь и новое знакомство, и, возможно, здесь и старые отношения. Также тема праздников, тема встречи, мероприятий, посиделок и общения в целом с теми людьми, кто вам дорог, кто находится в вашем поле радостных эмоций и чувств, будет иметь для вас также важное значение. А 21 сентября создаётся квадратура у Меркурия и Юпитера, и здесь может быть недовольство, очень сильно связанное с финансами, с вашими коллегами, с единомышленниками. Здесь также 8-11 дома включаются, и вот эта острая природа, недовольство, возможно, урегулирование какой-то меркурианской темы общения, связанных с друзьями, с коллегами, единомышленниками. Также долгосрочные планы будут требовать возможной корректировки, и будет это вас, возможно, не радовать именно из-за финансовых каких-либо ситуаций, которые они связывают. А 22 сентября у нас солнце переходит в знак весы, и у нас будет день осеннего равноденствия в вашем 12-м доме гороскопа, доме тайн, доме возможных каких-то уединений, и вам захочется, возможно, в отпуск, либо в дальние страны отдохнуть, либо здесь возможность просто посетить какие-то санатории, профилактории, будет очень значимой темой. Так как в этот же день и создается еще квадратура у Венеры с Плутоном, затрагивает ваш также 12-й и 3-й дома гороскопа, и здесь желание отдохнуть, но будет требовать, возможно, острая какая-то необходимость, разрешение ситуации общения, связанных с рабочими моментами, с проектами, с учебными какими-то ситуациями, и здесь тема транспорта может быть, недовольство у вас. Разрешайте все в положительном ключе для себя в этот период, то, что имеет место быть в вашей жизни. 23 сентября планета Венера меняет знак и уходит в ваш первый дом гороскопа Скорпиона и пробудет до 18 октября. Это очень благополучное стечение обстоятельств, то, что вас может радовать, то, что может вам принести удовольствие. Здесь и знакомство с новыми людьми, и получение финансовой прибыли, а также желание, возможно, каких-то радостных событий, которые в целом могут вас радовать. 26 сентября планета Меркурий меняет знак и входит знак Весы в ваш 12 дом. И здесь, возможно, вы будете активно что-то планировать на будущее, активно что-то гармонизировать в своей деятельности, в жизни, закрывать старые проекты и заканчивать все то, что требует своего какого-то уже заключения. И, возможно, выстраивать все то новое, то, что идет в вашу жизнь. 29 сентября соединяется Солнце, Меркурий и Южный кармический узел Кету. Также в этом 12 секторе гороскопа. И здесь может быть благоприятная ситуация разрешить кармические узлы старых возможных дел, проектов. Они будут давать именно активное время и энергию на это завершение. Здесь могут быть коммуникации, общение со старыми друзьями, с приятелями. И, возможно, очень много проектных каких-либо ситуаций. И, в целом, координация на какие-то ситуации, которые могут касаться и вашего здоровья. И здесь, может быть, вы будете планировать ретрит, поездку, возможно, обследование, возможно, госпитализацию на поправление своего здоровья, на корректировку здесь тоже. Это может очень благополучно разрешиться для этих положительных для вас событий. 30 сентября происходит у нас аспект удачи между планетой Марс и планетой Сатурн. Затрагиваются ваш 9 и 5 сектор гороскопа. И здесь, возможно, вы оформите документы, визу на поездку, встречу с детьми. И, возможно, вы захотите здесь также пройти какие-либо обучающие курсы. Возможно, также здесь и встреча со своей второй половинкой. Для кого-то это могут быть уже отношения, с которыми вы уже имели. И сейчас они могут возобновиться по ретроградному Сатурну и доставить вам какие-то активные поездки, передвижения, эмоции совместные. Ну и также это может быть темой, разрешающей какие-то юридические вопросы. Дела могут быть связаны с документами. И, возможно, касаться получения каких-то сертификатов, дипломов. Возможно, это также обучение языку. Возможно, также общение с вашими детьми очень активное. Вот такой вот период, когда сентябрь буквально на эмоциях может вас захватывать, вести вперёд. При этом разрешая кармические ситуации. Ну и здесь, конечно, по лунному затмению, когда этот коридор даёт очень активные взаимодействия. И нужно разрешать всё то, что касается эмоций, чувств. И здесь идёт перспектива на новые возможности. Поэтому всё это нужно для себя использовать в положительном ключе для своего равновесия, гармонизации, для своей какой-то стабильной внутренней ситуации, которая очень активно в этом периоде подчёркивает ваш 12-й дом освобождения. И всё то, что не проявлено через чувства, через эмоции, будет давать о себе знать. Вот и на этом всё, наверное, заканчиваю. Всех благ вам, дорогие мои скорпионы. И удачи. Пусть у вас всё разрешится только в положительном ключе. Здоровья вам самое главное и положительных эмоций. До новых встреч в эфире! Продолжение следует...